156 безнадзорных собак отловили за прошлый год сотрудники Госветуправления. В 2024-м учреждение продлило контракт с администрацией. На отлов выделили финансирование. За январь по программе ОСВВ прошли 19 собак. Сейчас по городу насчитывается 6-7 стаи бродячих собак по 5-6 голов. Госветуправление ведёт работу по отлову, но также обращается и к жителям Сарова. Будьте осторожны, лишний раз обойдите скопление животных, не привлекайте их внимания. Со своей стороны мы приступили уже к отлову этих диких животных, собак. Программа, которая называется ОСВВ, согласно контракту мы приступили к выполнению этой программы. Что в неё входит? Отлов, стерилизация и кастрация, вакцинация и выпуск в те места, где эти животные были отловлены. Агрессию могут проявлять как те собаки, которые прошли по программе ОСВВ и у которых есть бирки, так и не стерилизованные. Если вы столкнулись с неадекватным поведением безнадзорных собак, обращайтесь в Госветуправление или в администрацию. Ситуацию возьмут под контроль. Программой предусмотрен повторный отлов. Это именно тех животных, которые проявляют агрессию не только по отношению к животным, к другим животным, но к людям. Поэтому принято решение совместно с администрацией производить повторный отлов и направлять в приют на содержание до 90 дней. Через это время снова оценивают поведение животного. Если собака продолжает лаять и бросаться на людей, то ее оставляют в приемнике на пожизненное содержание. Следует помнить о том, что стаи безнадзорных животных скапливаются там, где их регулярно кормят. А агрессию они могут проявлять, потому что защищают кормовую базу и территорию. Так, например, происходит и на улице Силкина, где жители построили для собак шалаши из АТЦ «Галактика». Там уже оберкованных животных тоже подкармливают неравнодушные люди. Где люди подкармливают, там количество животных может возрастать, потому что они мигрируют по всему городу, но где есть кормовая база, естественно, они идут туда. Поэтому предположение, что сытая собака не будет агрессировать или нападать на людей, я считаю, что это ошибочно. В любом случае, вот в этот период времени, как бы кормовая база – это не основное, все-таки основной это инстинкт. Программа ОСВВ рассчитана с шестимесячного возраста собак, поэтому пристроить совсем маленьких щенков. Госветуправлению помогают волонтеры приемника «Верный друг». Также горожанам напоминают, что учреждения бесплатно вакцинируют домашних животных против бешенства. Специалисты работают и на выезде последние – субботу и воскресенье каждого месяца по адресам. Улица Шверника, между ТЦ «Магнит» и домом номер 15, парковка перед кинотеатром «Россия», площадь Ленина, возле ЦКИТ «Внеев», улица Ленина, ТЦ «Пятерочка», улица Академика Харитона, съезд на лыжную базу, театральный проезд, территория бывшего рынка. Госветуправление перешло на новый режим работы – с понедельника по пятницу с 7 до 19 часов, суббота и воскресенье с 9 до 15 часов. Подробности по телефону 492-00.